А еще можно на таком снегоходе легко уснуть во время рыбалки, когда на улице тепло. И была такая проблемка с карбюратором. Стоял китайский карбюратор. Так, вот он. Вот этот с жиклером, вот этим вот. Подвеска здесь мягкая. Ну и, конечно, еще немножко есть недочеты. Я считаю, что из такой серии техника вполне достойная. Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, всем привет! У меня сегодня небольшой обзор для вас. Это снегоход Промакс. Прошлых видео можете посмотреть. Я немного там рассказывал про него. Сегодня еще немножко поподробнее расскажу, и какая была проблема в этом сезоне. Скажу про скорость. Некоторые задавали вопросы, какая у него скорость. По навигатору GPS я замерил. Максимально он идет 65 км в час. Я проехал уже на нем 200 км. Ну, почти 200 км. Вот. И была такая проблемка с карбюратором. Стоял китайский карбюратор. Значит, скорость он плохо набирал. Набирал, но не так, как хотелось бы. Немножко... Такое чувство было, как будто немножко терялось. Скорость, провалы были там. То есть, немножко подстраивал. Вот. Проверил все. В общем, у него настройка у самого карбюратора не реагировала. То есть, подкручиваешь обороты. Нифига. Ноль. Я попросил в X-Motors. Мне ребята сказали, поменяют карбюратор, поставят другой. С помощью которого можно будет настраивать все вот эти обороты с помощью Жеклера. Я вам сейчас чуть-чуть попозже покажу, как он выглядит и где настраивать. Вот. Проблема после установки такого карбюратора исчезла. Я немножко еще его поднастроил по своему опыту. И он стал просто идеально работать. Ни провалов никаких. Еще быстрее стал набирать скорость. Ну, короче, проблема решена. Вот сейчас минус 20 на улице. Утром было минус 25. Завелся без проблем. В гараже стоял. Гараж у меня неотапливаемый. Завелся с полтычка. Ну, еще обязательно надо ставить накладки. Это дает большую проходимость. Он меньше проваливается передок. И когда идешь по целине, допустим, ну, чуть ниже колена, уже ощущения совсем другие происходят. Уже плывешь. Начинаешь плыть и можно вот ехать, вот качаться и он не проваливается. Классно. Еще мне здесь понравился это свет. Освещенность у него неплохая. Здесь стоит всего 4 диода, но они прям очень хорошо светят. Освещает дорогу вообще просто классно. Смотрите, какая освещенность светодиодных лампочек. Офигенно светит. Вот как ксенон. Классное освещение. Вообще прям все видно. Ну, хотя сама фара такая, ну, небольшая. То есть, у такого света вполне хватает. Всего 4 диодных лампочек стоят. По расходу бензина я бы не сказал, что он прям много жрет. Здесь 10-литровый бачок стоит. Вот. Я, конечно, не замерял, насколько бака хватает. Ну, наверное, в следующей поездке попробую засечь километраж и попробую покататься побольше. Если получится, то раскатаю бензин весь и посмотрю, насколько 10 литров хватит у нас по километражу. Я считаю, что из такой серии техника вполне достойная для поездки на рыбалку. Может быть, еще куда-то. Может, там дрова потаскать. В горку он неплохо идет. В принципе, вы сами видели. У меня есть в прошлое видео. Тяги хватает. Гусянки, протектора в гусянке хватает. Протектор здесь, вернее, сам шип гусеничный гусеничный, 19 миллиметров идет, захвата хватает. Ну, хотелось бы, чтобы... Мне кажется, надо поставить гусянку с более высоким протектором, чтобы еще был лучше зацеп. Но это мне опасно, нормально идет. Мне вообще прям понравилось. Неплохо по таким небольшим сугробам идет. Ну, пока что я в сугробы не залазил. В такие, чтобы прям где-то по пояс было. Я считаю, что даже полноценная, мощная техника, она тоже застревает. С этим мучений будет немножко поменьше, потому что он немного полегче. Даже на порядок так легче. Если вдвоем едем, можно просто заднюю часть раскачать, погазовать, и он может выйти. В налить, конечно, не хотелось попадать. Один раз попал, гусянку пришлось чистить. На это много времени ушло. Ну, и как у всех, в принципе, такая проблема бывает, когда в налить попадаешь, вода это все намерзает. Не очень, конечно, приятно. Ну, и, конечно, еще немножко есть недочеты у такой модели. Я вам сейчас тоже это расскажу, покажу. Что лично мне немножко не понравилось. Ну, это не особо критично. Но хотелось бы, чтобы разработчики сделали именно так. Самое первое, что хотел я, чтобы поменяли, это, конечно же, стекло. Стекло такое хлипкое. Значит, его надо сделать пошире. Вот. И немножко вот это оргстекло, чтобы было намного потолще. То есть она как бы вот так вот немножко болтается. Вот. А защищает, в принципе, от ветра, ну, не так уж, как хотелось бы. Потому что вот эта вот часть, вот эта, надо ее сделать как бы пошире, потому что здесь обдувают руки, даже в перчатках. Ну, хотя ручки греют нормально. Ну, все равно немножко вот кончики пальцев начинают обмерзать. А так, ладонь саму, ручки прогревают в перчатках, в толстых, нормально. Но если сделать еще побольше, пошире, то вообще будет идеально. Абсолютно не будет обдувать руки. Второе, что неудобно, это доступ к двигателю. Здесь приходится откручивать много болтов, чтобы добраться до двигателя. Здесь есть крышка, ну, резинка. И вот крышка здесь снимается, да? Сейчас покажу. Надо еще уметь ее открывать. Вот здесь двигатель стоит Зонгшин. В принципе, неплохой двигатель. Вот у меня была собака Апамор, на нем стоял Зонгшин двигатель. Идеальный двигатель, вообще неприхотливый. Практически проблем с ним не было. Ну, ладно, потом поставлю. Дальше, чтобы добраться до самого двигателя, с двух сторон надо вот откручивать здесь болты. Здесь, там, снизу, в общем. Здесь вот, здесь вот, по кругу. Чтобы вот этот весь пластик снять, надо кучу вот шурупов открутить здесь. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы, знаете, вот, как у полноценных снегоходов, вот эта вся часть, вот эта вот, просто вот откинул и добрался до двигателя, если что-то произошло. Ну, вот так вот на морозе где-то, если что-то, вот, откручивать, как бы не хотелось бы вот такой вот небольшой минус. Вот, ну, больше, как бы, минусов, больше я особо не увидел минусов. Ну, вот сейчас немного расскажу вам про карбюратор, который мне установили. Значит, вот крышка здесь снимается. Вот такая вот крышка. Крышка. Вот такое вот пространство. Рука. В принципе, до свечки добраться, чтобы поменять свечу, можно. Без проблем. Вот карбюратор. Вот. Сейчас там, делаем там. Вот он. А вот карбюратор. Значит, вот такой поставили. Вот модель его. Кому будет интересно, можете прогуглить или обратиться в X-Motors. И не знаю, честно, сколько он стоит, не могу сказать. У него есть фишка. Вот это вот. То есть, она закрывается. То есть, это получается, как дополнительный краник. Вот. Не знаю, получится сейчас, показать не получится. В общем, блин, рука не помещается. Сейчас лыжи выверну. Вот, вот так. Значит, смотрите. Чтобы краник этот перекрыть, он как запирает подачу топлива. Надо сделать, прокрутить его немножко. И он как бы щелкнет. Все. Он как бы закрыл. Вот. Чтобы обратно открыть, надо прокрутить. и он как бы получается открывает заслонку. Вот. И ребята, вот мне придумали на этом карбюраторе. Сейчас покажу. Это, вот это желтое. Это подача. То есть, получается, когда вы заводите, вот она, вся конструкция. Вот здесь тросик натянутый. идет вот этот тросик. И это, получается, как подсос при запуске двигателя. Вот. Она движется, открывает заслонку, заводите, и обратно вот эту вот заслонку, получается, на рукоятке. Вот. Сейчас ее открою. Вот так вот она открывается. Вот. Тросик тянет. И получается, вот она двигает. Вот эта желтая, она вот здесь стояла. Вот эта желтая, она открывает камеру, и запуск двигателя происходит. Вот. Значит, еще момент, вот где я подкручивал обороты, это вот, сейчас покажу. Так, вот он. Вот этот жиклером, вот этим вот, я подкрутил обороты, то есть, получается, закрутил с помощью отвертки, чуть-чуть, буквально, совсем чуть-чуть, добавил ему оборотов, и все. Он стал идеально работать. Я его поднастроил. вообще без всяких всяких нареканий, ровненько стал работать. Вот. надеюсь, что в дальнейшем будет производство таких карбюраторов. Ну, пока что, вот обкатал этот карбюратор, нареканий нету. Поначалу немножко он, видать, прогазовался, там, прочистился, и все, и стал потом ровно работать. Подвеска здесь мягкая, установлено четыре телескопических амортизатора, значит, с регулировкой и с минимальным трением, и за счет чего повышает КПД и плавность хода самого снегохода. А еще можно на таком снегоходе легко уснуть во время рыбалки, когда на улице тепло. Можно вот так вот развалиться и спинка, кстати, вообще в тему очень под голову прям подходит идеально. Также пассажиру под спину тоже удобно сидеть сзади. Вот, друзья, буду заканчивать. Вот такой небольшой у меня для вас обзорчик, на сколько времени хватило. Сейчас мы собираемся, уезжаем домой. А следующие видосы будут, это, наверное, сделаю по проходимости по глубокому снегу. Посмотрим, насколько он будет проходить по глубокому снегу, насколько он будет способен. Надеюсь, что он не подведет. Ну, а так, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Нажимайте колокольчик, оставляйте комментарии и до следующих рыбалок, обзоров. Всем пока! Работает идеально! Доводится сразу, что опускает. Класс! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова